Добрый день! Мы продолжаем изучать продвинутый метод сборки Megaminx, и в этот раз у нас PLL. В этом видео мы рассмотрим 6 ситуаций перестановки ребер для PLL, которые делаются в 2 этапа, 15 случаев перестановки углов, 15 случаев перестановки ребер и 8 самых простых случаев OneLook PLL. В методике для начинающих для подобного случая перестановки ребер мы использовали комбинацию Lambda или JPERM. В данном случае мы тоже будем использовать эту комбинацию, но теперь мы будем обращать внимание, каким образом нам необходимо переставить неправильно стоящие ребра. Если раньше мы делали Lambda либо один раз, либо два раза, то здесь всегда мы будем делать ее один раз. Смотрим, вот эти два ребра стоят правильно. Эти, оранжевая, голубая и зеленая, должны переместиться по часовой стрелке. Если по часовой стрелке, то мы просто делаем Lambda. И у нас ребра все становятся на свои места. Если же у нас точно такая же ситуация, но вместо того, чтобы перемещаться по часовой стрелке, нам необходимо переместить ребра против часовой, мы делаем тоже Lambda, но сначала движение U2. U2, Lambda и опять U2. То есть, опять же, все ребра собираются. В любом случае, мы за один алгоритм соберем ребра. В этом случае мы используем комбинацию T1. Сейчас я предлагаю другой алгоритм, который гораздо быстрее и короче. Опять же, вот эти два ребра стоят правильно. Смотрим, как располагаются вот эти ребра. Мы видим, что розовое должно перейти сюда, зеленое сюда, голубое сюда. То есть, движение должно быть по часовой стрелке. Если по часовой, делаем следующий алгоритм. И все ребра становятся на свои места. Если необходимо оставшиеся ребра переместить против часовой стрелки, то мы используем следующий алгоритм, который незначительно отличается от предыдущего. То есть, движение верхней грани против часовой стрелки меняется на движение по часовой стрелке. R2, U2. R2, U2, 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 U2. Ребра собраны. Следующая ситуация, когда у нас, как ни крути, больше одного ребра правильно встать не может. Находим такое ребро, располагаем его с задней стороны и делаем следующий алгоритм. L, R, U2, L'U, R'L, U', R'U', R'U', U2, R'. Все ребра собираются. То есть, методики для начинающих для этой ситуации мы используем два алгоритма. То есть, сначала там, к примеру, лягнут, потому что получится. Теперь будем решать за один. Выше указанных 5 алгоритмов вполне достаточно, чтобы из любой ситуации собрать ребра за один алгоритм Но есть еще один, который по желанию можно тоже применять В предыдущем случае, при вот таком расположении правильно установленного ребра Нам необходимо было поменять вот эти два ребра и вот эти два То есть перестановка была вот такая вот Эти два и вот эти два Если же вдруг случилось так, что мы установили вот это ребро и у нас перестановка не такая То есть меняются вот эти два ребра и вот эти два ребра То есть в предыдущий случай нам не подходит Тогда можно сделать другой алгоритм R'L'U2LUR Переход YRLU2'RU'L' Ну и ребра также соберутся Ну на самом деле этот алгоритм, как я уже сказал, абсолютно необязательный Почему? То есть если мы немного покрутим верхний слой Мы поймем, что эту ситуацию можно решить при помощи обычной лямбды То есть при желании можно выучить, но не обязательно Достаточно и пяти P-L'U2L это достаточно спорный этап сборки Мегаминкса Многие топовые сборщики не используют все формулы для P-L, которые есть Даже для двухэтапного Поскольку у некоторых из них достаточно сложные и трудноопределимые В этом видео начну с ситуаций, которые наиболее актуальны И к концу видео будут менее актуальны, которые можно пренебречь Первая пара ситуаций это перестановка трех углов Похожий случай определяется тоже очень похоже Начнем с этого Необходимо переставить вот эти три уголка Но все остальное собрано Определяем по глазам То есть у нас вот этот блок спереди должен стоять Глаза Если глаза вот здесь вот сверху, то первый случай Если снизу, то второй В каждом случае мы должны сначала делать перехват То есть верхней стороной к себе Здесь алгоритм будет вот такой R'U' 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 R'U'R' Когда глаза с этой стороны Не здесь, а здесь То делаем похожий логаритм Также перехват на себя Х штрих Р штрих У штрих Д штрих Р У Р штрих Д Р У штрих Р штрих У Р Следующая пара Здесь также надо переставить три угла Но на этот раз они находятся вот в таком положении Тут, тут и тут Определяется легко У нас есть два собранных И вот здесь вот два уголка неправильно стоящих Если вот эти глаза разные, то первый случай Если одинакового цвета, то второй В случае, когда глаза разные, мы делаем следующее Никаких перехватов не нужно Но здесь используется движение правой задней грани БР БР штрих Р штрих У Л У штрих Р штрих У Л штрих У штрих Р два БР Здесь обратный логаритм Глазки одинаковые БР штрих Р два штрих У Л У штрих Р У Л штрих У штрих Р БР Перестановка четырех углов Вот этот алгоритм Это стандартный терминатор из кубика 3 на 3 То есть вот такой вот И решается точно такой же формулой То есть мы делаем перехват на себя Х штрих И делаем терминатор Р У штрих Р штрих Д Р У Р штрих Д штрих Р У Р штрих Д Р У штрих Р штрих Д штрих У меня этот алгоритм получается достаточно быстро На скорости И я им доволен Но это не у всех так Поэтому есть альтернатива Алгоритм который можно использовать для больших кубов Ну и многие его используют в мегаминксе Уже держится не из такого положения Там держали собран уголок слева Перехват на себя И вот эти вот одинаковые уши Здесь мы этими ушами возьмем вот так И перехват делать не будем Алгоритм следующий Р2 У Р штрих У штрих Перехват Иврик Дальше Пиф-паф Один Пиф-паф Второй Третий Пиф-паф Последний ход не доделаем Возвращаем Р У штрих Р два штрих Такой нехитрый алгоритм Но у меня первый получается быстрее Следующая ситуация Очень похожа на терминатор Также один есть уголок стоящий на месте И четыре нужно переставить Но на терминаторе Если взять кубик в таком же положении Мы видим что здесь вот есть ушки Ушки одного цвета У этой комбинации подобных ушек нет То есть цвета здесь разные Но зато они одинаковые вот здесь Ну я обычно определяю Если вот здесь вот разные Значит это не терминатор А конкретно вот этот случай Формула следующая Р штрих У штрих Р штрих Д штрих Ру штрих Р штрих Д Ру Р штрих Д штрих Ру Р штрих Д Р два Движение очень похоже на терминатор Поэтому запоминается налегко Еще одна ситуация С перестановкой четырех углов Здесь определять очень легко Есть двойные глаза Здесь глаза одного цвета И здесь Для выполнения алгоритма Нужно взять глазками к себе Одни здесь Другие сзади справа Алгоритм достаточно простой Делается одновременное движение Р Л штрих То есть Оп Доворот У Три пиф-пафа Р штрих У Ру Штрих Р штрих У Ру Штрих Р штрих У Ру Штрих И возвращаем те ходы Которые делали в начале У Штрих И одновременно Р штрих И Л Пиф-пафы здесь не совсем стандартные Но делаются тоже быстро В следующих двух ситуациях Необходимо переставить пять углов И с этого момента Начинаются достаточно спорные случаи ПЛО Которые кто-то учит Кто-то нет Но конкретно вот эти Ситуации достаточно простые Легко определяются И быстро делаются Что мы видим Мы видим опять двойные глаза Но Вот этот уголок Стоит не на своем месте То есть Как в предыдущем случае С четырьмя углами Здесь Достаточно выполнить Два уже известных нам Логаритма Начнем С того случая Где При двойных глазах Вот этот уголок Должен перейти вот сюда То есть Если ты этот уголок Должен двигаться сюда То делаем следующий алгоритм Сначала выполняем Алгоритм Перестановки ребер Который я показывал В первой части видео Перестановка ребер Против часовой стрелки R2 U2 R2' U R2 U2 R2' Делаем дополнительный ход U И получаем Старый добрый D1' Второй случай Зеркальный этому Мы видим Глаза располагаем Таким же образом Вот этот бежево-голубой уголок Сюда Не хочет идти Здесь должен быть Зелено-розовый Ну, салатово-розовый В этом случае Мы делаем Движение U2' И выполняем Сначала Комбинацию Для перестановки Рёбер По часовой стрелке R2 U2' R2' U' R2' U2' R2' И Без каких-либо Дополнительных движений Делаем Опять же T1' Ну, и отменяем U2' Для этих алгоритмов Не надо что-либо Учить дополнительное То есть Все уже есть Все уже известное И определяется Недостаточно легко Ну, в отличие от следующих Два вот таких вот случая Алгоритмы Для них Достаточно простые Но самое сложное Здесь это их Определение В правом верхнем углу Расположена схема Как должны перемещаться Элементы Для вот такого случая У нас Этот уголок Идет сначала вправо Потом Сюда Отсюда Сюда Рядушком И сюда Можно, конечно Запоминать Все вот эти вот Стрелочки Но я придумал Другой способ Сейчас о нем Расскажу Я нахожу Уши Вот у нас есть уши Бежевые И уголок Должен идти Отсюда Вправо Если у нас есть уши И уголок идет Отсюда Вправо То это у нас Первый случай Примерно на зеркальном Случае У нас есть уши Но вот этот уголок Идет Влево То есть Это не то Должен идти Вправо Уши И уголок Идущий Вправо Из этого положения Делаем следующие движения Р2 Уголок Идет не вправо А влево Значит Это не то Я ищу Вот такие вот Глазки То есть Здесь Глазки И уголок Идущий Влево Из этого же положения Мы будем делать Следующие движения Я почему И выбрал Именно такой способ Определения Поскольку Отсюда Не надо ничего Перехватывать Сразу делается Алгоритм Р2 У2 Р2 Штрих У Р2 Уштрих Р2 Штрих У Р2 Уштрих Р2 Штрих У Р2 У2 Р2 Штрих Следующую ситуацию Можно решать Несколькими способами Методики Для начинающих Я показывал Как можно Просто взять И коммутатором Переставить Все углы И в этом случае Это тоже Вполне Подходящий Себе Вариант Прилить Этот случай Можно Просто По наличию Множества Глаз И Цвет Полностью Должен перейти Прочится Во стрелке Ну Каждой То есть Абсолютно Из любого Положения Можно Это делать Для Желающих Можно Сделать Более Быстрый Алгоритм Р2 Штрих У Штрих Р2 Ф2 Р2 Штрих Ф2 Штрих У Ф2 Р2 Р2 Штрих Р2 Штрих У Р2 Я Вот Этот алгоритм Не использую А Перемещаю Коммутаторами У меня все равно Получается Таким образом Быстрее Ради справедливости Я покажу Еще один алгоритм Который Можно здесь Использовать Возможно Кому-то Кажется Он полезен Опять же Из любого Положения Делаем Одновременно Р Р Л Штрих У Штрих Л У Штрих Л Штрих У Довременно Р Штрих Л у 2 штрих r l штрих u 2 r штрих u штрих r u штрих r штрих l Ну и следует еще довернуть у штрих. Зеркальная ситуация. Здесь уголки перемещаются по часовой стрелке на один. Тоже можно сделать коммутаторами. Это достаточно быстро. Большинство так и делает. И дополнительные алгоритмы, которые можно здесь использовать. В чем их прелесть? Он отличается от алгоритма предыдущего случая совсем незначительно. r2 штрих u штрих r2 f2 r2 штрих f2 штрих u штрих f2 r2 r2 штрих u2 r2 И второй алгоритм одновременно r l штрих u r штрих u r u 2 штрих опять одновременно r штрих l перехват y2 r l штрих u 2 штрих l u l штрих u r штрих l и доворот u Следующая ситуация опять здесь множество глаз но теперь они переходят не в соседнее положение а через один перемещение как звездочка то есть у нас вот эти глаза совпадают вот с этим цветом при перемещении по часовой стрелке такое есть определение в этом случае также можно коммутаторами но конкретно для этого случая когда у нас перемещение по часовой стрелке мне коммутаторами неудобно здесь я использую такой алгоритм глаза ребро совпадают по цвету r2 u2 штрих r2 штрих f2 штрих u штрих f2 u штрих r2 u штрих r2 штрих f2 штрих u2 штрих f2 достаточно быстрый и более-менее удобный он конечно не самый приятный алгоритм но делать можно и он у меня получается быстрее нежели коммутаторами альтернативный алгоритм для этого случая r l u2 штрих r штрих u штрих l штрих перехват y штрих r штрих l штрих u2 l f штрих u f r еще раз переход ну и тут мы выходим на простую палку короткую букву t возможно кому-то это будет удобно и до ворот у2 мне первый алгоритм нравится больше в зеркальном случае когда вот эти глаза не совпадают по цвету с этим ребром через один ну и мы видим что они не идут ни сюда ни эти сюда то есть перестановка через один здесь удобно делать коммутаторами удобно но я покажу все-таки два алгоритма еще первое это обратно тому что было в предыдущем случае и альтернативный алгоритм р штрих л штрих у2 л у р у у2 у2 штрих р штрих ф у штрих ф штрих л штрих у и опять выходим палка короткая буква т только зеркальная ф штрих л штрих у штрих л у ф ну и доворот у2 штрих на этом случае пилы с перестановкой улов заканчиваются и в принципе этого материала более чем достаточно чтобы собирать мегаминс достаточно быстро все что будет дальше это необязательный материал который можно изучить если уже остальное наскучило часто встречается такая ситуация когда мы хотим расставить ребра но замечаем что все углы собрались и бывает жалко все это хозяйство рушить выходом из положения являются следующие алгоритмы то есть для вот этой ситуации где нужно переставить три ребра либо против часовой стрелки либо против часовой стрелки я покажу два варианта исполнения алгоритмов сначала простой для запоминания то есть держим в таком положении и видим что нужно переставить по часовой стрелке ну раз по часовой значит делаем перехват по часовой стрелке сначала мы делаем зеркальную уголку как бы уголку слева f штрих u штрих l штрих u l f и замечаем что у нас появилась обычная буква t короткая из случаев u l делаем u2 штрих ну либо переход и выполняем эту комбинацию и остается делать доворот u2 альтернативный алгоритм выполняется вот из такого положения то есть когда мы собираем ребра под лямбду располагаем их таким образом замечаем что у нас собрались углы и ребрышки нужно переставить по часовой стрелке но этот алгоритм он хоть и быстрый делается из удобного положения но его нужно учить u2 r штрих u штрих r u r2 u r u r u r u r u симметричный симметричный когда нужно ребра переставить прочь с часовой стрелки опять же если в таком положении мы это заметили видим ребра против часовой делаем перехват против часовой стрелки y штрих и выполняем похожие движения сначала делаем уголку f u r u штрих r штрих f штрих получаем короткую букву t но делаем ее не с этого положения а слева f штрих l штрих u штрих l u f и остается сделать доворот u2 штрих альтернативный алгоритм это инверсия подобного алгоритма с симметричного случая выполняем опять же из этого положения r u r штрих u r штрих u штрих r2 u штрих r штрих u r штрих u r u2 штрих u2 штрих похожий случай когда у нас нужно переставить местами только три ребра то есть мы опять же видим два правильно стоящих ребра напротив друг друга ну и замечаем что углы собрались то есть тоже можно за один алгоритм собрать весь мегаминкс я приведу три алгоритма они все достаточно неудобные поэтому выберите на свое усмотрение если у нас перестановка по часовой стрелке то вот из такого положения можно делать следующее f штрих u2 штрих l штрих u l f перехват y2 штрих дальше делаем полку f r u r штрих u штрих f штрих перехват yurik r штрих u r просто загоняем пара которая осталась альтернативный делается вот из такого положения r u r штрих u2 r штрих u штрих r u r u r2 штрих u r u штрих r u2 штрих r штрих третий алгоритм делается тоже с такого положения то есть из того в котором мы замечаем что у нас углы собрались выглядит следующим образом r штрих u2 r штрих f штрих r f u2 штрих f2 l штрих u штрих l u f2 штрих r если необходимо переставить ребра против число стрелки то алгоритмы следующие f u2 r u r штрих f штрих y 2 f штрих l штрих u l u f y штрих l u штрих l штрих из такого положения переставить против число стрелки три ребра важно следующими движениями r u2 r штрих u r штрих u штрих r2 u штрих r штрих u r штрих u r u2 штрих r u штрих r штрих и третий алгоритм тоже вот из этого положения r штрих f2 u штрих u l f2 u2 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 далее алгоритм представляющий четыре ребра у меняет эти и вот эти два то есть у меняет четыре ребра он похож на тот который я показывал вначале Но тот затрагивает углы, а этот нет. Делается так. L, U2', L', Y', одновременно R', L', U2, L, U, R, Y, R, L, U2', R', U, L'. Для следующей ситуации есть два алгоритма. Тут нужно переставить два ребра вот этих и два вот этих. Всего четыре. Из такого положения можно сделать следующее движение. L, U2, L2', BL, L, BL', L, U2', перехват Y', R, U', R', U', R, U', R'. F', U2', D', U', R'. Такой достаточно трудоемкий алгоритм. Задействует заднюю левую грань. Но есть другой. Он очень длинный, но движения повторяются. То есть мы уже берем не из этого положения, не из такого положения и выполняем следующее. R', U', R', U', R', U''. Вот такую нехитрую комбинацию нужно сделать 6 раз. R'', U'', R', U', R'', U', R'', U', R', U', R'', U', R'', R', U', R', R'', U', R', U', R'', R', U', R''. Ну и повторяем, пока не соберется. Шесть повторений. То есть всего четыре хода, которые можно делать достаточно быстро. Нужно повторять шесть раз. Следующую комбинацию я показывал в начале видео. То есть ее можно использовать и на начальном этапе для перестановки ребер. Вот этих двух и вот этих двух. Но она также не затрагивает углы и можно забирать на этапе EPLL. Выполняется вот из такого положения. Собранное ребро должно быть справа сверху. R'L'U2LURY RLU2RU'L'L' Дальше идут алгоритмы, в которых нужно переставить пять ребер. И четыре из них достаточно сложные и трудноопределимые. К примеру, вот этот. То есть все углы стоят на месте. И вот в таком порядке расположены здесь ребра. Чтобы определить этот алгоритм, нужно введить следующую закономерность. У нас это ребро должно переходить по часовой стрелке на соседние места. Это тоже на соседние. А это ребрушка уже сюда. Достаточно сложно и корябенько таким образом определять. Поэтому я решил найти немножко другой способ определения этого алгоритма. Но когда мы можем это заметить? Изначально мы бы пытались находить элементы реберные, которые стоят на месте. И заметили бы, что у нас нужно сделать лямбду. Причем лямбду обычную, которая перемещает вот эти элементы по часовой стрелке. В этот момент стоит обратить внимание, что у нас углы собранные. И при одном движении, в один ход, против часовой стрелки, все углы становятся на свои места. Это можно заметить. В этом случае, прямо из этого положения, мы вместо лямбды можем сделать алгоритм, который мы используем для перестановки ребер на первом этапе. Только не лямбда, а тогда, когда ребра стоят напротив. R2, U2, R2'U, R2, U2, R2'. Здесь делаем дополнительный ход U' и повторяем. R2, U2, R2'U, R2, U2, R2'. И опять дополнительный ход. Если делать из того положения, которое я показал, то получается вместо U', U2'. Если из положения, где все углы стоят на местах, то остается просто U'. В симметричный случай мы опять видим, что нужно перемещать элементы. Зеленый сюда, розовый сюда, голубой сюда. То есть вот такой вот путь. Ну и если мы опять повернем, то что мы заметим? Заметим, что у нас лямбда. Это раздвижение против часовой стрелки. В один ход мы можем поставить углы на место. Но нужно делать алгоритмы из положения вот такого вот. Y2 делать перехват. Или можно делать U2. И следующая комбинация. R2, U2', R2'U', R2, U2', R2', R2'. Доворот U и повторяем. R2, U2', R2', U', R2', U', R2', R2'. Если мы делали доворот, то здесь в конце ничего не потребуется. Если перехват, то будет доворот. В любом случае его один раз делать. Следующая ситуация опять. Полный разнобой в ребрах. Углы стоят на местах. Здесь важно заметить следующее перемещение. Оранжевый идет сюда. То есть вот так. Потом вот так. Так. Ну, вот такой вот рисунок. По первым трем движениям можно уже что-то запомнить и определять. Но опять же, в таком виде это достаточно неудобно. Я опять стал искать способ, как это определять лучше. То есть, опять же, на этапе сборки ребер мы выйдем вот на такую ситуацию. То есть увидим, что у нас ребра напротив. Захотим сделать формулу R2, U2. И обратим внимание, что у нас много глаз и углы, наверное, собрались. То есть в один ход можно собрать углы. Это можно проследить и заметить. То есть у нас ребра напротив, а вот эти нужно переместить против часовой стрелки. Если против часовой стрелки и углы поворотом U совмещаются, то мы делаем перехват Y2' ну или U2' движение в верхней грани и следующее движение. R U2' R' U' R' U' U' R' U' R' U' R' U' R' U' R' U' R' Зависимо от того, делали ли мы перехват или доворот, может меняться последний ход. Зеркальная ситуация. Мы здесь замечаем, что нужно розовое сюда, голубое сюда. То есть движение раз, раз и потом вот так вот. Достаточно сложный рисунок. Но, как обычно, я решил это определять по-другому. Делаем поворот. Когда мы это могли бы заметить? Видим, что ребра напротив. Вот эти нужно по часовой. И за один ход у нас доворачиваются углы. Если у нас по часовой стрелке углы доворачиваются против часовой стрелки, то делаем следующий алгоритм. Делаем перехват Y и выполняем следующие движения. R' U' 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 R' Ну и поскольку мы там делали перехваты недоворот, то еще одно движение. Это достаточно трудоемкие алгоритмы. Все вот эти четыре, которые я показал, сложны в определении ситуации. И их изучать нужно только, если очень хочется. Они совершенно не обязательны для изучения. Следующие четыре алгоритма, они, конечно, определяются легко, но это есть то же самое, что перестановка углов. То есть в таком случае, как я показывал в предыдущей части видео, где была перестановка CPL, мы углы переставляли на одно деление по часовой стрелке или по против часовой стрелке. Если мы углы поставим на место, то мы получим обратные ситуации для ребер. То есть здесь ребра нужно переставить против часовой стрелки. И алгоритм у нас получается такой же. То есть если углы перемещались по часовой стрелке, ребра будут перемещаться против часовой стрелки. И то же самое, когда у нас перемещение через один. То есть вот углы нужно через один переместить против часовой стрелки. Если я их поставлю на место, то ребра получатся через один, но по часовой стрелке. Алгоритм будет тот же самый, но меняться будет до ворот Поэтому отдельно их разбирать не стану На этом все алгоритмы E-PVL у нас закончены Рассмотрим случай в Anlook-PVL, когда нам нужно переставить и углы, и ребра за один алгоритм Я здесь выбрал самые простые ситуации, которые проще всего определяются и выполняются уже знакомыми нам алгоритмами Первое – это T-Perm Видим здесь блок, здесь блок, ну как в трешке, очень похоже Но еще есть вот здесь блок и вот здесь блок Вот эти вот блоки стоят на месте, эти стоят вот в таком положении Обращаем внимание, если у нас вот этот блок должен перейти против часовой стрелки И вот этот тоже сюда, то у нас просто выполнить T-Perm и Megawings соберется Если у нас все то же самое, но вот этот блок и этот блок хотят двигаться по часовой стрелке То мы можем либо сделать T-Perm два раза Либо сделать инверсию алгоритма T-Perm, что для меня не очень удобно Либо сделать U2, перехват Y' и получить обычный T-Perm То есть мы видим, что вот опять эти блоки идут против часовой стрелки Делаем обычный T-Perm и все выходит Вот два простых случая OneLookPL Легко определяется, легко решается за знакомый алгоритм Следующая ситуация – это копье Визуально очень похоже на копье из кубика 3х3 Здесь должно быть два собранных блока Углы должны двигаться против часовой стрелки Ребра тоже против часовой стрелки Можно пройти внимание, что здесь вот собранный такой уголочек Если его повернуть, он хорошо встает на свое место То есть если у нас картина вот такая, то мы делаем обычное копье То есть если этот уголок при движении U' встает на свое место Делаем обычное копье Если у нас вот такая вот ситуация То есть хорошо собранный уголок стоит не здесь, а здесь И становится на свое место движением U' То обычное копье нам здесь не подойдет То есть либо делать копье дважды Либо делать инверсию этого алгоритма Ну либо копье провернуть два раза Как удобнее Далее всем знакомая лямбда У нас должно быть собрано вот такой вот блочок с уголком Три элемента и здесь два И что самое интересное С этой стороны должно быть точно такое же Движением U, но становится на место То есть мы видим, что вот этот блок переходит по часовой стрелке То есть это обычная лямбда Если же мы из такого же положения смотрим Но блок находится не слева, а справа Переходит в нужное положение движением U' То это та же лямбда Но сделать ее нужно движением U2 Поскольку против часовой стрелки должно перемещаться вот это вот все Скопление элементов U2 Лямбда И опять U2 Еще две симметричных ситуации, которые можно определить следующим образом Мы видим вот такой вот блочок с одной стороны Такой же с другой стороны И тройной блок вот здесь Аналогичная ситуация, симметричная Если немножко покрутить, мы видим блочок, блочок и тройной блок В этой ситуации у нас тройной блок Должен идти по часовой стрелке Здесь против часовой стрелки Если все движение по часовой стрелки, мы делаем стандартный R2 У2 У2 R2 R2 У2 R2 У2 У2 R' И опять же, в зависимости от того, сделаем ли мы перехват или доворот В конце будет доворот, либо его не будет Ну, это занимательный случай в OneLookPL, который не требует изучения новых алгоритмов Только есть сложность с определением При должной тренировке можно достичь хороших результатов Я надеюсь, что я доступно изложил информацию И она поможет вам улучшить свои сборки Собирайте MegaWinx Субтитры создавал DimaTorzok